В православном календаре сегодня рождество Иоанна прадтечи. А пошли старозаповедный пророк Израиля прадказал в пришествии Иисуса Христа и хрестил его родцы Иордан. А по народных традициях у ночи на 7 липень святкуют купальдя. У гомеля свята завсюду означают масштабно и ведовищно проводят старожитные обрады, театрализованные концерты, майстер-классы и выставы. Сарат Удельников был и наш корреспондент Ганна Коральчук. Магичные ритуалы купаля узникли яшы у старожитные часы. Слово «купала» означало сердитые и харачые. Миновито так наши протки уявляли солнце. На купале люди прославляли святила, а таксама стыхии огню, воды и земли. И по сенешний день традиции свята захавалися. Купале у гомеля ладзится на некальких пляцовках, на каскаде Сальмашевских и Волотавских озер, а таксама на Любинском озере. Яно проходит весело и шумно. Передать гэта простыми словами немогчимо, Кабачуть усю невероходную атмосферу и энергетику необходно знаходится побач. Свято сгуртовые людей. Гамельчане спевают, танцуют и водят карагоды. Я житель Центрального района, работаю в Центральном районе. И традиционно каждый год здесь, на каскаде озер, рада быть вместе со своими коллегами, со своими учениками, со своими друзьями. На праздники купали. Здесь все, и несмотря на то, что сейчас идут каникулы, этот праздник объединяет всех. Ну все, наверное, немножко верят в легенды и верят в чудеса. Наши протки верили у чаровництва купальской ночи. Самая популярная забава молоди – плятение купальских венков. Злученные у круг травы мают магичную роль. По поверьях, кожному треба поспеть и поворожить, и загадать жадание. У нас очень много празднуют этот праздник. И вот на озере обычно разжигают большой-большой костер, а потом прыгают через костер девушки и парни, плетут веночки, и обязательно этот веночек в ночь на купалу пускают, и чтобы найти своего принца. Самое известное, наверное, это когда ищут попороть к ветку, и кто ее найдет, тот будет что? Тот будет все самые счастливые, он будет разумеять, мол, оживел, тушек. Выставы декоративно-прикладных вырубов, стилизованные народные подворки и музычно-танцевальные постановки створаются в самобытную атмосферу. Это свято – одно из самых аутентичных и колоритных. До дома само купалеса ходит коронями у паганства, однако это частка нашей истории. Именно в это белорусы сдолили заховать купальские обрады в наибольшь архаичном выгляде, так, как святковали в этот день наши далекие протки. Цикавость достарожитных и неполторных верований застаётся высокой и сирот замежных гостей нашей краины. Сдаётся, свято купаля может стать соправданным туристичным брендом Беларуси, поглядеть на якое будут приезжать сотни людей. Исторические корни для меня являются основными и очень важными. Я человек, любящий фотографии, всегда отправляюсь на поиски корней того места, где нахожусь. Поэтому такие праздники не должны быть сдержанными, наоборот, должны быть насыщенными, должны ознакомливать. Это касается не только Беларуси, но и других стран. Потеря истории, утрата традиции – это непозитивное явление. А вот их сохранение, я считаю, очень важно, потому что это позволяет понять, откуда мы родом. Могчим, а с допомогой такого культурного обмену, мы сможем почуть слова вядомой народной беларусской песни у самых розных кутках земли. Купалинка, купалинка, дозная ночка, дозная ночка, ариз, бая, точка. Ганна Коральчук, Валерия Гапанько, телерадио «Гомель».